Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. В 2022 году из федерального бюджета в областной поступило более 42 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. В 2021 году поступления составляли 37 миллиардов. Большая часть федеральных денег была направлена на строительство школ 5,5 миллиардов рублей, на дороги 3 миллиарда, на проекты по созданию и модернизации животноводческих комплексов молочного направления полмиллиарда рублей. Также поступила дополнительная дотация 200 миллионов на оплату труда и начисление на оплату труда, в том числе на повышение оплаты отдельных категорий работников в бюджетной сферы, пояснили в Министерстве финансов Кировской области. Еще восемь районов Кировской области хотят стать муниципальными округами. Вопрос обсудили на встрече руководства региона с представителями ассоциации Совет муниципальных образований Кировской области, пишут бизнес-новости в Кирове. Председатель ассоциации Татьяна Тилицына рассказала, что создание муниципального округа – это хорошая практика консолидации кадров и ресурсов. При создании единого бюджета, появлении одноуровневой системы власти, более эффективно ведется работа и расходуются деньги. В данный момент в нашем регионе уже 15 районов создали муниципальные округа. Еще восемь хотят сделать это в ближайшее время. В эфире «Экономика». Кировская область вошла в двадцатку регионов с самым доступным санаторным отдыхом. В каких регионах дешевле всего отметить Рождество в санаториях, посчитали эксперты сайта санатории-россии.рф. Кировская область оказалась на 17-м месте рейтинга среди всех регионов страны. В среднем сутки в кировских санаториях в новогодние праздники обойдутся в 3680 рублей. Самая низкая цена санаторного отдыха и лечения в Курской области – 3000 за сутки. Также в пятерке лидеров Завайкальский край, Белгородская, Пенсинская и Орловская области. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.